18 лет назад Евгений Марагин пришел в спортивную секцию в мечте. Тогда не знал, чем именно будет заниматься. Как рассказал Евгений, он буквально выбирал, в какую комнату зайти – с тренажерами или с шахматами. В итоге выбрал тяжелую атлетику. Быстро втянулся и с тех пор уже не представляет свою жизнь без спорта. Профессию Евгений тоже выбрал соответствующую – тренера-инструктора тренажерного зала на Икаре. Занимаюсь в основном с девчонками. Как показывает практика, парни у нас перестали, хотели быть сильными и большими. Сейчас только девочки начали заниматься. В мое время, даже 12-13 лет назад, все по-другому было. Сейчас все кардинально поменялось. Девочки более целенаправленные, упорные и придерживаются плана, который расписываешь. Как говорит Евгений, когда человек приходит в зал, он плохо представляет, что надо делать. И задача тренера – подсказать, как заниматься правильно, чтобы не нанести вред здоровью. Инструкциями из интернета руководствоваться не стоит. Для достижения результата на тренировках нужна система. Сам Евгений придерживается четкого графика. Занимается он 6-7 раз в неделю. Три тренировки силовые, две-три кардио и есть еще тренировка на растяжку. Это уже в порядке вещей встать. Встать, поесть, правильно опять же прийти, зарядка, разминка, поехали заниматься, заминка и все такое. Но это со временем приходится. Сначала людям, честно, сложно, очень сложно. Вот это шаг в сторону, шаг влево, шаг вправо, минус прогресс пойдет. Здесь упорные, постоянно систематичные тренировки. Как вот говорят, no gain, no pain. Нет более, нету, соответственно, и результата. Недавно Евгений присоединился к Федерации классического русского жима. До вступления в нее занимался пауэрлифтингом. Решил попробовать что-то новое и затянуло. В регламенте Федерации нет жестких весовых категорий. Все решает коэффициент, и спортсмены находятся в равных условиях. Коэффициент рассчитывается так. Вес на штанге умножают на количество повторений и делят на вес спортсмена. В апреле Евгений занял второе место на 13-м чемпионате России по классическому русскому жиму. Элитный жимовой марафон – это три подхода. И в трех подходах ты должен сделать минимум показаний мастера спорта международного класса. И только после этого присваиваются звания элиты. То есть это очень сложно на самом деле. Я в воскресенье встал, я думаю, все, я сейчас умру. Прям вот мышечная боль такая сильная была. В понедельник более-менее стало. Вот вчера первый раз позанимался, потихоньку сейчас надо обратно в колею выходить. В планах Евгения популяризировать русский жим в нашем городе среди взрослых и детей. Заниматься этим спортом могут и здоровые люди, и люди с ограниченными возможностями.